Итак, Blender 2.91. Вопрос вот в чём. Как сделать мягкость полёта вот этому персонажу? Я давно качал именно аддон. Называется, сейчас я вам его назову. И забыл за него. Так, это значит, аддон называется WiggleBone. Вот он. И он помогает сделать мягкость движения вот этим костям. Он скачивается, можете его установить, опять же, зайдя в Edit, в преференции, найдя аддоны. И вот Install нажимаете, как и в прошлых роликах я объяснял. Так, единицы он на поле. Давайте посмотрим, как он работает. Так, выберем все кости. Так, всё, мышка что-то вздыхает конкретно. Так, 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 так. И зайдём в PostMode. О! Смотрите, теперь, если мы выбираем какие-то кости, ну, давайте выберем кости крыльев, да? На крыльях я вам покажу. На теле также можно делать. Вот, выбрать, давайте, по одной вот этой косточке. И попробуем включить вот этот вот WindyBone, WickedBone. Так, где он тут? Ридж тайм. Вот он. Трансформ. WickedBone, вот он. Актив. И что нужно сделать? Отключаем, значит, гравитацию. Делаем ей 0. Потом отключаем стрэнчинг вот этот. Ну, давайте я переведу, чтобы уже было понятно так, преференция. Перевод у нас интерфейс. Нажимаем на интерфейс, нажимаем русский. И всё, теперь будет перевод. Итак, здесь он не переводится. Вот это печально. Значит, всё переводится, а это нет. Это вот, значит, ротация, трансформ... Трансфор... Трансляция... Трансляция... Стрэнчинг. Вот этот... Ну, короче, вот эти три последние. По нолям делаем. Опять же, это не урок, а эксперимент. Не путать. И оставляем вот эти... Первые вот эти... Дампинг. Амплитуда. И... Стивнес. Ну, ладно. Сейчас будем разбираться. Включаем, когда вы увидите, насколько он мягче стал лететь. Если мы сейчас уменьшим вот эту ротацию... Так, это значит... Ну, типа амплитуда, да? Амплитуда движения вот этих костей становится меньше. Персонаж летит мягче. Вы видите, насколько мягче. Если мы сейчас добавим вот этот... Шифтнес. Вот так вот. То вот происходит как бы ускорение. Здесь, если добавим вот этот вот дампинг. Прибавляем. Вы видите, что его крылья начинают выкручивать. Это вот начинается... Вот потихоньку сделаем. И получается, что задние вот эти крылья, перья, тоже мягко начинают двигаться. Вот насколько стал мягче двигаться персонаж. Опять же, можно ротацию, вот эту амплитуду прибавлять. Если мы сейчас амплитуду зашкалим, он крыльями будет еще больше махать. Вы видите, насколько выше все уходит и быстрее. Так, это дело мы теперь отключим. Включим новый файл. Потому что здесь Ctrl-Z возвращаться слишком далеко. Единственное, что можно вот эти вот вернуть назад на предыдущие показания. Так, дальше файл. Недавние файлы, опять же кости. Выбираем кости. Заходим в режим позы. И выберем, давайте, вот эти пальцы и Inverse Kinematic. И тут тоже. С двух сторон. Ну, также можно выбрать косточку вот эту. Так. Ctrl-Z через Shift косточку шеи и косточку головы. Вот так. А эту косточку отключить. Так, и вот этим костям теперь настроим именно мягкость. Да? Так, значит. Вот в такой вид его поставим. Тройка на нампаде. Двойка, единица. Вот. И чуть пол оборота его поставим. Так, камеры я пока тоже подключаю. Чтоб не мешали. В смысле свет. И погнали опять экспериментировать. Wicked Bond. Опять же, если с гравитацией, вы видите, вообще, насколько он мягко летит. Сейчас я вот это отключу. О. Если мы гравитацию чуть-чуть уменьшим. Так, это на минус пошло. Давайте поставим 0.05. 0.5. Так, не работает 0.5. Надо ставить 0.05. Не работает. Значит, 0. Ну, прибавим, насколько прибавится, да? Вот, на 18. Теперь уменьшим стренчинг вот этот. Вообще, тут начинается неразбериха. Уменьшим, значит, амплитуду. Ну, получается, словом, вот такая фигня. Это мы на минуса уходим. Здесь поставим поменьше стренчинг вот этот. 0.08. Вот, насколько уже мягче все это дело работает. Для чего-то это может пригодиться. Ну, а если мы отключим сейчас гравитацию. 0. Enter. Отключим. Так, в принципе, подождите. Ctrl Z. Ctrl Z. И уменьшим давайте вот эти показания. Дампинг. Вот, тогда у нас дампинг на минуса уже. Пере вот как выкручивает сильно аж. Так, это что у нас? Shift нет. На минус перекручивает. На 0.2 слишком затормаживает. Ну, такая штукенция. Вот уже, насколько крылья мягко работают. Единственное, еще амплитуда вот эта вот надо разобраться. Мы ее сейчас уменьшим. На 0.2 поставим. Во. Еще меньше. И амплитуду уменьшим, чтобы крылья вот эти пальцы друг друга не цеплялись. Так, чуть-чуть он затормаживается. Ну, так вот чуть прибавим амплитуду вот эту. И шифтнес вот этот чуть-чуть прибавим, чтобы он быстрее двигался. Ну, вот насколько он уже мягче все это дело летит. Все зашибись. Только еще шифтнес по уменьшим. Не, шифтнес надо прибавлять. Так, если мы сильно прибавляем, он начинает, видите, тормозить. Надо подгадать вот эту вот золотую середину. А золотая середина, по-моему, 0.0. Так, сейчас. 10.0.8. Вот так. Так, это есть такое дело. И попробуем еще вот с этим поработать. Так, с гравитацией. Гравитацию надо попробовать еще поменьше поставить. О, 0.6. Тогда он начинает тормозить. Вот такая штукенция. А если мы прибавим стренчинг. Все начинает работать мягко. Вот вы видите. Но как-то не так. Ну, в принципе, для мультфильма, для какого-то смешного персонажа, вот эта мягкость, она прямо не повредит. Теперь, что еще? Дампинг. Прибавляем. Давайте побольше его поставим. А-а. Тоже не любит он этого делать. Вот такая штукенция. Ну, а если амплитуду вот эту отключим. Энтер. И отключим сейчас стренчинг. Энтер. И отключим вот эту гравитацию. Энтер. То тогда вот этими тремя показаниями. Вот. Мягко он летит. Но теперь нужно, наверное, настраивать вот эту еще покадровку. Что-то в таком духе. Во. 26.35 И дампинг чуть-чуть поменьше. А если еще дампинг отключить, то работают только вот эти вот пенни. Ну, уже все равно персонаж мягче как-то все ведет. Давайте попробуем. Во. Вот так уже получше будет. Так. Это мы выбирали Inverse Kinematic без плечей. Теперь давайте выберем Inverse Kinematic полностью руки вот эти. Значит, опять под кости единица. Выберем теперь режим позы. И пробуем по новой. Выбираем мы теперь именно хвост и таз через shift. И выбираем ноги полностью. Вот эти ноги тоже через shift. Inverse Kinematic и вот до Inverse Kinematic три кости. Так. Теперь что еще можно выбрать? Выбираем теперь полностью кости вот эти. так. И так вот это Inverse Kinematic и Copy Location выбираем и смотрим теперь настройку. Если мы сейчас опять добавим Widget Visual Bone вот этот смотрим как все будет работать. Тормозит. Нехорошо. Значит, гравитацию опять Enter на 0 Strenching на 0 и вот эту амплитуду на 0. Так. Амплитуду теперь ротации это значит мы все это дело понижаем. Понижаем, понижаем, понижаем. А Shiftness вот этот прибавляем. И вот эту дампинг на пятерочку ставим. А ну-ка отключаем теперь видимость костей. Крылья уже намного мягче ведут себя. Вот такие вот дела. Попробуем все это дело теперь ускорить. А, сначала давайте попробуем какую штукенцию. Здесь же тоже BitBone. Попробуем Selected WidgetBone и Bake Will запечь вот этот ну вот эту анимацию эту. Во! Вот теперь когда мы запекли вы видите насколько он мягче и быстрее движется. Вот такая штукенция. Ну, вот такой аддон. Вот такие у него возможности. Надо это дело еще попробовать на человеков. Так, еще вот что я хотел сделать. Он запекся. Reset Physics Ставим тут этот и Selected WidgetBone уже почему-то не отключают. оп, стоп, английская. А, допустим, и Selected WidgetBone. Получается, теперь возвращаемся на изначальную нашу анимацию и попробуем какой еще способ, значит, выбираем просто вот эти вот косточки Inverse Kinematic Copy Location выбираем теперь значит вот эту кость и убираем кость головы просто через две кости. Так, выбираем по одной косточке на перьях вот эти вот и с этой стороны на перьях выбираем по одной косточке. Так, есть такое дело. Ну и выберем одну косточку на заднице вот эту, чтобы перья двигались и выберем по одной косточке на ногах. Теперь по одной то мы комплектом выбирали, я выбирал а теперь по одной и попробуем WidgetBone смотрим как это все дело действует во вот это теперь он действует нормально вместе с гравитацией единственную амплитуду можно чуть-чуть уменьшить. Так, смотрим что произошло о насколько он меньше стал дергаться и мягче лететь. Смотрим запекаем все это дело вот вот такая штукенция попробуем теперь сделать S растянуть допустим до 16 кадра поставим 16 кадров Enter вот теперь он начинает гнать значит вся вот эта система должна уже устанавливаться когда у вас полностью анимация покадровка и скорость отрегулированы знаете я так до себя понимаю так ну такая штукенция отключаем SelectBone этот английская A PresentPhysics SelectBone он уже почему-то не отключается это дело но все равно мягче работает так гравитацию еще немножко уменьшить тренчинг уменьшить амплитуду тоже до 11 наверное 14 поставлю и амплитуду чуть-чуть где-то наверное до 18 17 спустим теперь дампинг уменьшаем до 0.08 и здесь тоже до 0.05 поставим BuckWitch ну вот нормально он летит немножко дергается но летит но кости уже у него работают мягко так семерка на нампаде о насколько он мягкий стал единство что вот одна кость это ногу подергивает на две кости выбирать и на заднице не двигается потому что тоже наверное где-то по две кости если косточки поставить еще на перья сзади то вообще будет классно и побольше костей по позвоночнику вот тогда он будет двигаться вообще наверное идеально еще буду проводить вот эти эксперименты уже на других персонажах и на другой анимации уже в процессе анимации буду пробовать вот этот вот этот аддон все всем пока